Здравствуйте, уважаемые коллеги. Я аспирант отделения лучевой диагностики онкологического центра имени Петрова Ульянова Роксана Хачковна. Разрешите предоставить вашему вниманию доклад «Контрастная спектральная двухэнергетическая маммография в диагностике рака молочной железы». Итак, сегодня мы разберем актуальность исследования контрастной спектральной маммографии и общие основы метода, методику выполнения и физический принцип двухэнергетичности, интерпретацию субтракционных маммограмм, типа накопления контрастного препарата на клинических примерах, а также затронем ограничения метода. Контрастная спектральная двухэнергетическая маммография – это новая методика выполнения цифровой маммографии, дополненная контрастным усилением. Она способна охарактеризовать не только анатомические, но и функциональные свойства образования, и, что самое главное, даже на фоне плотной ткани молочных желез. Оценивая актуальность этой новой методики, в первую очередь следует говорить о рентгеновской плотности молочных желез. Доказано, что более 50% женщин в возрасте до 50 лет имеют высокую рентгеновскую плотность, то есть C и D тип. Это приводит к двум основным проблемам – снижению чувствительности маммографии при обнаружении образований и увеличению независимого фактора диска развития рака. Также следует освидеть эпидемиологические тенденции омоложения рака молочной железы, которые ставят перед рентгенологами сложную задачу. В результате образований уже заведомо на фоне плотной ткани молочных желез. Рак молочной железы у молодых женщин считается рак, развившийся у женщин до 40 лет. Он встречается всего в 5% России и 7% во всем мире. Однако за последние десятилетия отмечается рост заболеваемости группы населения 19-39 лет на 34%, что, безусловно, является неблагоприятным прогнозом. Итак, о самой методике. Исследование начинается с внутривенного введения йод содержащего контрастного препарата с помощью инжектора. При стандартной дозировке 350 определяется скорость 2,5 мл в секунду и рассчитывается на вес 1,5 мл на кг. При дозировке препарата 370 – 1,3 мл на кг. Далее осуществляется привычное маммографическое исследование, начиная с крайне-укоудальной проекции заинтересованной, то есть подозрительный на рак молочной железы. Далее крайне-укоудальная проекция незаинтересованной железы, медиалатуральная проекция заинтересованной железы и медиалатуральная проекция незаинтересованной железы. Осуществляя исследование в такой последовательности, мы можем минимально судить о динамике контрастирования. Отличием от маммографического исследования является то, что при каждой компрессии осуществляется два снимка. Первый – это низкодозовый, который ничем не отличается от цифровой маммографии и приравнивается к ней. Второй – высокодозовый, который после постпроцессинговой обработки рекомбинируется с низкодозовым. И мы получаем субтракционное функциональное исследование, при котором визуализируются только гиперваскулярные образования. В чем же заключается принцип двухэнергетичности? У йода есть определенное физическое свойство – кей-порог йода. Он равен 33,2 кВт, при превышении которого происходит резкий скачок массовых коэффициентов ослабления. Низкодозовый снимок выполняется до этого порога, а высокодозовый – после. Далее, как уже было сказано, происходит рекомбинирование этих двух изображений и остается только разница этого массового коэффициента ослабления йода до и после порога. Итак, получив исследование, мы должны его описать. Начинаем мы с фонового накопления контрастного препарата. Оно может быть минимальным, умеренным и выраженным. Гиперваскулярное образование мы также оцениваем по степени контрастирования от отсутствия накопления до выраженного накопления. Также все гиперваскулярные образования по схожести структуры были объединены нами в 9 типов. Это сетчатый, зернистый, кальцивидный, диффузно-сферический, лакунарный, облаковидный, неоднородный кальцивидный, точечный и хлопковидный. Начнем с типично злокачественных типов накопления контрастного препарата. Это облаковидный. Он характеризуется наличием неровных, нечетких контурами, схожими по форме спиристыми или слоистыми облаками. Так, клинический пример. Пациентка от 62 лет с жалобами на боль в левой молочной железе. При цифровой маммографии в правой молочной железе определяется фокус уплотнения, подозрительный на злокачественный процесс. При контрастной спектральной маммографии в правой железе мы видим два узловых образования, а в левой одно гиперваскулярное узловое образование с выраженным облаковидным типом накопления. Гистологическое заключение, инвазивный, неспецифицированный рак. Далее, типично злокачественный тип, это неоднородно кальцивидный. Он характеризуется наличием контрастного препарата по контуру образования с наличием пристеночного гиперваскулярного участка любой формы. Пример. Пациентка на фоне лактаты 34 года с пульпированным уплотнением в правой молочной железе. При цифровой маммографии определяется образование с четкими неровными контурами, симулирующие доброкачественный процесс. При контрастной спектральной маммографии мы выявляем, мы визуализируем, что образование характеризуется выраженным неоднородно кальцивидным типом накопления. И гистологическое заключение, инвазивная, неспецифицированная карцинома, трижды негативный подтип. В центральной области это был микроз. Далее диффузно-сферический тип накопления контрастного препарата характеризуется равномерным накоплением контрастного препарата с ровными контурами и с плавным радиальным градиентом от центра к периферии. Этот тип может визуализироваться как при злокачественном процессе, так и при доброкачественном. Пример злокачественного. Пациент с 66 лет без жалоб. При маммографическом исследовании в левой молочной железе образование убедительно не выявлено. Но при контрастной спектральной маммографии мы видим три образования с выраженным диффузно-сферическим типом накопления. И гистологическое заключение – инвазивная, неспецифицированная карцинома. В этом случае на низкодозном изображении мы не визуализировали образование. Но когда при цифровой маммографии или низкодозном изображении мы видим образование, характеризуем его контуры как четкие, ровные и видим ободок просветления, что также говорит о доброкачественном процессе, это говорит в пользу того, что это фиброаденома. Итак, пример. Пациентка с 42 лет с жалобами на уплотнение в правой молочной железе. При маммографическом исследовании мы видим образование с четкими ровными контурами и ободком просветления. При инвазивном исследовании образование характеризуется диффузно-сферическим типом накопления. И гистологическое заключение – это периконолекулярная фиброаденома. То есть критерием нашего выбора является низкодозовое изображение в этом случае. Следующий тип – это лакунарный. Характеризуется наличием в структуре гиперваскулярного образования низкодозовых участков неправильной формы. Контуры образования нечеткие, волнообразные. Итак, при выявлении данного типа накопления мы однозначно ставим в заключение злокачественный процесс. Однако данный тип может наблюдаться и при выявлении крупных внутрепротоковых папиллом. Мы видим, что абсолютно идентичный характер накопления они демонстрируют. И заключение нам может дать только гистолог. Далее переходим к доброкачественным типам накопления. И первым, и самым часто встречающимся является зернистый. Он характеризуется наличием многочисленных овальных и округлых гиперваскулярных участков, разделенных гиперваскулярными перемычками. Клинический пример. Пациентка 35 лет, без жалоб, при мемографическом образовании узловых образований не выявлено. При спруппационном контрастном исследовании мы видим образование с зернистым типом накопления и гистологическое заключение фиброденома. Далее, кальцевидный тип накопления. Он характеризуется равномерным накоплением контрастного препарата по контуру образования. Пример. Пациентка 55 лет, без жалоб, при мемографическом исследовании мы видим образование с четкими ровными контурами. При контрастной мемографии мы визуализируем, что это образование характеризуется слабым накоплением контрастного препарата по кальцевидному типу. И это киста. Далее, сетчатые накопления контрастного препарата характеризуются наличием в структуре гиперваскулярного образования, округлых, низкоконтрастируемых участков в центре образования. Как правило, может визуализироваться гиперваскулярный центр. Это питающий сосуд. Пример. Пациентка 46 лет, без жалоб, на мемографическом исследовании в правой железе определяется фокус уплотнения. При контрастной мемографии мы видим 5 высококонтрастных образований с сетчатым типом накоплений. И гистологическое заключение это фиброднома. Точечный тип накопления. Характеризуется гиперваскулярным образованием со смещенным радиальным градиентом накопления контрастного препарата. Он состоит из множественных округлых участков различного диаметра. Итак, пример. Пациентка 47 лет, без жалоб, при мемографическом исследовании образования не выявлено. При контрастной спектральной мемографии в верхней полусфере левой молочной железы определяется образование с точным типом накопления. И гистологическое заключение это фиброднома. Итак, хлопковидный тип накопления диагностируется у пациентков с инвазивными вмешательствами в анамнезе и характеризуется наличием в центре гиперваскулярного участка. Как правило, это бывают гранулемы или лимфокисты. Пример. Пациентка 37 лет, орган сохраняющая операция левой молочной железы от 2018 года. При мемографическом исследовании в правой молочной железе определяется фокус уплотнения с местами с лучистыми контурами. При контрастной спектральной мемографии мы выявляем, что данное образование копит контрастный препарат по хлопковидному типу. И это гранулема. Итак, перейдем к ограничениям метода. Это в первую очередь визуализация рака ин-ситу и внутрепротоковой части опухоли. Внутрепротоковые папилломы, лактирующие железы, выраженное фоновое накопление и артефакты. Невозможность отдифференцировать крупные внутрепротоковые папилломы мы разбирали ранее. Остальные пункты разрешите продемонстрировать примерами. Итак, в этом примере наблюдается отсутствие накопления контрастного препарата в области сгруппированных плеаморфных однозначно злокачественных кальцинатов. То есть решающим значением при описании образования с кальцинатами будет низкодозовое изображение. А накопление контрастного препарата в их области будет только повышать уверенность и приводить, например, Байратс 4 в 5. Но при выявлении однозначных злокачественных кальцинатов мы не можем снизить Байратс при отсутствии накопления контрастного препарата. У лактирующих пациентов с подозрением на злокачественный процесс отмечается выраженное фоновое накопление, которое значительно затрудняет оценку и не позволяет нам однозначно поставить диагноз. Далее перейдем к артефактам. Захват воздуха является частым артефактом, вызванным частичным контактом между компрессионной лопаткой и молочной железой или детектором и молочной железой. Это приводит к присутствию воздуха в складке, который создает частичный контакт. И эта область, лишенная контакта, выявляется как черная область, которая может помешать оценить образование в этой области. Для избегания этого артефакта стоит выполнять правильную укладку и разглаживать кожные складки при компрессии молочных желез. Контрастная спектральная ангиография, конечно, менее чувствительна к двигательным артефактам по сравнению со своими контрастными предшественниками, такими как динамическая или дигитальная ангиография. Однако такие артефакты тоже встречаются. При первом исследовании мы видим выраженные артефакты на субтрукционном изображении и нечеткость на низкодозовых снимках. При повторном исследовании эти изменения ликвидированы. Артефакт ГАЛО или артефакт Железа в железе. Этот артефакт происходит из-за быстрого изменения рассеянного излучения между различной толщиной молочных желез центральной и периферической области. Что приводит к тому, что алгоритм технического обеспечения создает ложную привлеченную границу. Этот артефакт определяется как изогнутая линия высокой плотности параллельно краю молочной железы. Артефакт обычно не приводит к ухудшению качества изображения. Однако маленькие образования параллельно этой области могут быть пропущены. Кожа обычно не демонстрирует накопление контрастного препарата. Но иногда это случается. При подозрении на вторичное поражение кожи в первую очередь стоит производить оценку на низкодозовых изображениях. Более того, некоторые сосудистые образования, хорошо воскулиризированные, например, такие как ангиома, могут показывать контрастное усиление, имитируя подозрительные поражения. Поэтому может потребоваться тщательное клиническое обследование кожи пациентки и введение образования в край исследования. Итак, выводы. Применение контрастной спектральной маммографии способствует повышению эффективности диагностики ракомолочной железы. Для лучшей точности диагностического метода требуется тщательный анализ структуры гиперваскулярного образования. Такой, например, как типы накопления. Не следует забывать о важности совместного изучения низкодозов и субтрукционных изображений. Диагностика заболевания молочной железы – это всегда комплексное исследование. Рентгенологам и рентгентехникам необходимо знать артефакты контрастной спектральной маммографии и правильно выполнять методику для правильной постановки диагноза. Благодарю за внимание.